Здравствуйте, друзья! Мы начинаем такую небольшую обзорную экскурсию по городку Сент-Джосеф, который находится на противоположном берегу озера Мичиган, напротив Чикаго, но мы уже в штате Мичиган, не в штате Иллиной. И вот там речка течет местная, впадает в озеро, которое тут квартал в сторону, а мы отсюда вот начинаем наше путешествие. На самом деле тут даунтаун весь, ну, квартала три там, может быть, не то чтобы там что-то такое особенное было, но в этом и смысл вот как бы такой Америки маленькой, в отличие от Америки, такой навороченной. Вы видите, что идет дождь. Вообще одно из открытий как бы наших, ну, когда уезжаешь из Калифорнии, Кремниевой долины, ты начинаешь понимать, что в остальной Америке есть дожди. Так что у нас с этим делом плохо с дождями. И в Чикаго нам повезло, мы были пару дней, и оба были очень солнечные. А здесь как бы совсем наоборот, просыпаемся, мы вот в этой гостинице серенькой справа, и понимаем, что идет дождь. Светлана утверждает, что ночью вообще была гроза, но мне сказать, правда это или нет, сложно, поскольку я спал. Будем считать, что была гроза. Я тут, видите, под навесиком, поскольку немножко покрапывает, и мне не хочется, чтобы попала водичка на объектив. Так, мебелишку, что ли, продают. Вот, тут вся улочка, она такая торговая, видите. Вообще очень, очень разумно козырьки вот эти вот сделали, чтобы на людей не... Ой, какой мужик, он красит все подряд, видите, такой красильщик. И это магазин красок. И тут, кстати, очень известная фирма, Sherwin Williams. У нас она тоже есть. Сёрф-шоп. Свет, ты можешь себе представить? Тут еще серфинг у них тоже. Ну, а где же волны, я не знаю. На противоположной стороне мы углядели магазин игрушек. И нам как раз для нашей двухлетней Наташи нужна игрушка. Пошли смотреть. Хочу обратить ваше внимание, что вот тут такая, ну, можно сказать, брусчатка, хотя мне это больше кирпич напоминает. Магазин игрушек. Он такой, знаете, вытянутый, длинный. Длинный-длинный магазин. Ну, такой сельской как бы, но место туристическое. Вообще, надо сказать, что Сан-Джозеф место туристическое. И, в частности, вот в том месте, где мы остановились, там рядом Марина. И люди приплывают на яхтах из Чикаго. Такое небольшое путешествие. Вот. И здесь там ночуют. Очень много молодежи. Полный отель вот буквально таких 18-20-летних. Я не знаю, как они здесь оказались на выходные, и что они тут делают. Но они тусуются всю ночь. Вообще у них тут масса, масса какой-то жизни такой дневной, ночной. Прям в отеле. Не то, чтобы там где-то. А это алфабетик с друзья. А вот есть фирма называется. Видите? Learning Curve. И... Окей. Такие познавательные. Это очень интересно. Паровозики. Так. Железная дорога, которая давно уже не железная. Которая деревянная. Видите? Fashion Angels. Так. Для девочек хорошо. Так. Мы поставили задачу. Ой. Поставили задачу работнику магазина. Мы говорим, нам для двухлетней девочки что-нибудь прикольненькое. Такое, что имеет смысл вести через всю страну. Знаете, как это не то, что... то, что всюду есть. Надо сказать, что у нас в семье вот таких маленьких мальчиков нету. Но папа наших девочек собирает автомобильчики. очень любит. То есть, не то, что у него там какая-то громадная коллекция. Но он, в общем, так... Ну... Имеет какое-то количество их там. Мы иногда что-нибудь увидим оригинальненько ему. Тоже покупаем. Так. В качестве подарка. Так. Ага. Платица. Такие прикиды, так можно сказать. О, какой, смотрите, там стоит. Из магазина игрушек, которые вот на другой стороне, мы движемся дальше. И обозреваем ту сторону, по которой мы изначально шли. Ну вот, я сказал, тут три квартала всего. Вот так мы по этим трем кварталам и гуляем. Так. А тут что у нас? Эм... А это серф... Как бы для серфинга, да? Для серфинга. Да, вот костюмы для серфинга. Я даже не понимаю. Волны же, вроде, здесь нет. Откуда? Все-таки озеро. В чем, друзья, удобство и одновременно неудобство жизни в маленьком городке? Вся жизнь на трех кварталах. Вот все, что тебе надо, вот на этих трех кварталах и есть. Ну, и вот оно же и проблема, конечно. Тянет иногда в большой город. Ну, ненадолго. Это магазин, ну, такой сувенирно-одежный. Я просто хотел зайти и купить какую-нибудь маечку на память. Я обычно, когда еду куда-то, покупаю маечки. А здесь их много. Но помимо маечек, тут есть прикольненькое. Вот смотрите, например. Идут такие доски. Вот. Света, я показываю то, что есть, потому что это большая мудрость жизненная, сосредоточенная. Да. Это вот. И говорит, I am too pretty to work. Да. Типа, мол, отвалите от меня. А вот вы видите маечки. Так, их специально на дисплее. Так, вытащили. Говорит, пожалуйста, вот эти майки у нас есть. А вот они внизу вывешены под тем, как там, дисплей. Это как бы обычное дело. Но здесь коллекция, конечно, невероятная. И это, собственно, то, за чем я и зашел. Вы видите, друзья, машинку. Сейчас на ней появится надпись. Картинка. То есть все эти майки делаются прямо тут. Поэтому их так много. Вот, значит, сейчас достается образец. Вот это образец, который будет переведен на майку. А майку мы выбираем из довольно большой коллекции. То есть, когда я спал, что хочу серенькую, то мне говорят, а какую тебе серенькую? И мы пошли смотреть разные оттенки серенького. Вот девушка укладывает. Да. Вот это все? Так. Вот это все. Готово или нужно немного времени? Я просто поставлю это, и когда он выйдет, он готов. Не нужно давать время. Так что для этого? Он просто сделает выглядеть немного зеленее. И это будет только один для тебя? Потому что два для 25. Хорошо, сделаем другую. Тут лежат майки, друзья, всех оттенков. И вот из них все это выбирается. И еще есть эти три. Так, мы выбираем голубую. Real dark blue. Something dark. Do you want it to be like Heather? Or do you want it to be like solid, like this? Solid, but darker. Darker, so the navy. The navy, ok. This one? I have that one up there for you in XL, if you want that one. Navy. Так, поскольку у нас тут дил, и за четвертак две майки делают, то мы сделаем две. This one? Yes. 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 And this is safe for washing, right? Yes. Just wash it inside out. Yes. It's a mask. It's a mask. It's a mask. It's a mask paper. It's a mask paper. Yes. It's a mask paper. It's a mask paper. What? Mama? Boom. It's a mask paper with a mask. Yes. It's a mask paper. It's a mask paper. It's a mask paper. Here we go. Мы видели этот серфер-шоп, а люди здесь серфят? Да, но не очень часто. Так, есть дыры? Да, есть дыры, где холодно и есть дыры. Но это тоже холодно. Но есть некоторые люди, которые серфят. Есть место, где можно купить, и они продают серфы. Так, есть некоторые люди, которые делают это. Так, как в Калифорнии? Нет. Вайнеры и серфинг. И красивые девушки. Спасибо. Да, это довольно разное, но здесь есть хорошие вещи тоже. Мы пойдем пробежимся вдоль полок быстренько. Кружки керамические. Так. 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 Так называемые sweat shorts. Такие. Тепленькие, конечно. Так. Ну да. Это реально такой хороший, в смысле ассортимент, сувенирный магазин для туристического места. Это изумительно. Просто изумительно. Они тоже многое из этого сами делают. Но там, где вышивка, это для них. Там где-то вышивают, они покупают. Так. Так. Какие убедительные рубашечки с американским флагом. Прямо, прямо вот так возбуждают. Так. Магнитики. У меня на работе таких несколько десятков, правда, не из американских поездок, а потому что гости школы, гости канала, Silicon Valley Voice привозят. Да. Для супа. Такие для cereals. Хорошо. Такие вещички помогают людям приятные воспоминания вызывать из памяти. Да. Богато. Реально, друзья, богато. Так. Так. Кто из нас не хотел когда-то иметь такую маечку? Даже если нет желания ее на себя одеть, но... Ах, ах, ах. Друзья, в советское время, а они уже были в советское время, вы себе представить не можете, что такое было иметь вот такую маечку. что вы себе даже не представляете. Так. Ну что же. Наверное, мы так общее представление вам дали. И можем двигаться дальше. Теперь мы движемся дальше, и вот напротив, на углу написано «Шоколадное кафе», «Чоколад кафе». Это очень-очень убедительная вещь, так привлекает. Так. А это магазин, в котором мы только что были. Нет. Знаете что, это не тот же магазин, но типа того. Я бы не сказал, что он чем-то отличается. Поменьше. Да. Тот как-то раньше случился по ходу движения. Вот, собственно, видите, где кончается квартал. Вот там. Ширина одного дома. Вот там еще какая-то торговая точка. Вот. И, собственно, и все. Вот он весь квартал. Его там ширину. Мы перешли, друзья, на ту сторону, где «Шоколадница», потому что здесь навес. Торты. Торты. Да, да. Там изумительно, изумительно все это выглядит. И я думаю, что место действительно классное. Судя по тому, что можно сказать, на первый взгляд, там, значит, сувенирный магазин. Так. Тут мы... Что это мы проходим? Так. Что-то странное. Ладно. Вы видите, как устроена тут парковочка. Улица узкая. И вот так проезд совсем узкий. Вот за счет того, что паркинг сделать такой, пришлось пожертвовать. Ну, где-то после большого города здесь как-то отдыхаешь, да? Да, да. После большого города здесь просто прикольно, Свет. Прикольно. На самом деле, даже после Калифорнии, которая очень населенная. Населенная. Да. Очень много такого типа маленьких городков. Да. Верно. Но это надо доехать. На Тахо, на Неваде. О, да. Они все одинаковые. Это очень похоже на маленькие городки где-нибудь в Неваде. Да. Там тоже много туристов из Калифорнии, которые на озеро Тахо отдыхают. Ммм. А это похоже, что дегустационное. Смотрите. Вообще, прекрасное название, Свет. Вот иди сюда. Лэйзи-победина. Да. Прекрасное название для венца. Вот. Называется это венец. Это дело. Ленивая балерина. Да. Я думаю, конечно, если выпьешь, там типа выпьешь нашего, да, так и не захочешь танцевать. А может быть так. То есть бывает выпьешь и тянет танцевать. А уже бывает так выпьешь, что уже не можешь. Так. А тут тоже. Ой, е-мое. Какие собачки оригинальные. Оригинальные там. На майках. Вот тут все такое. Но это уже не наклеишь. Да, да. Это уже прикольненькое. Такое. Мы, друзья, напали на такой залежь. Майк компании The Mountain. Вот это мои любимые The Mountain. Значит, проблема, ну не то что проблема, фишка такая, что компания делает майки, а потом ты хочешь такую уже через несколько лет, а ее уже нет. В этом магазине есть майки, которые за большой период времени здесь как бы лежат. Вот такая точно у меня есть. Вот. Я обычно не люблю там со зверьем всяким. Я люблю такие спиритуальные. Вот. Что-нибудь из индейской жизни. Вот. А у них очень много этих собак. Вы можете пойти на веб-сайт компании The Mountain. И там их много-много-много продается. Но тех, что раньше были, нет. Очень многие уже из того, что вот мы сейчас видим, их нет в обороте. Вот если бы не цвет немножко, я бы... Как раз это в моем стиле вещь. Ну, какая-то она очень кровавая такая. И собачка тоже классная, но она в питбулу. Я даже не знаю, что мне в питбулу. А вот эта, смотрите, она правда уже для меня великовата, но тоже очень такая в моем стиле вещь. Смотрите, какая музыка только громко играет. Мы прям под радио стоим. Да, мне очень нравятся такие. Да, это ручная работа, поэтому, в общем, такие. И сколько стоит? Тридцатку стоит? Недорого. Да, тут такие веселые надписи. Да. Никогда, вы никогда не увидите мотоцикл запаркованным, значит, возле офиса психиатра. То есть психиатры на мотоциклах не ездят. Так. Вау. Это у нас трамп. Вы видите, друзья, в этот моросячий воскресный день. Такое замечательное здание вот с таким, можно сказать, даже куполом не назовешь. Ну так. Я не знаю архитектурных там терминов, поэтому не могу точно сказать, как называется. Ну, вы же видите все своими глазами. Видите, друзья, что какая-то лана тут с бутиком, это не наша. Я вам обещаю, моя Светлана не по этой части абсолютно. Вот. А по поводу того, что вы видите своими глазами, есть такой, есть такая притча. Это не анекдот, это старая притча такая хасидская. Папа с мальчиком жили на хуторе, там не было синагоги. Ну и, соответственно, ну папа он как бы знал молитвы, а мальчик ему было лет 7, он выучил алфавит, а так молитв не знал. И однажды они поехали там в райцентр, пошли в синагогу, папа стал молиться, а мальчик, ну он что мог, он начал повторять алфавит. Так, по кругу. И когда они уже уходили, он обратился к Господу и сказал, Господи, ну ты же знаешь, что я хотел сказать, так ты уже растапь эти буковки, ты же умеешь. Вот так и я, друзья, если я не знаю какого-то словечка, то я говорю, ну вы же видите сами, что ж тут, хоть говори, хоть не говори, так, все видно. В этом прелесть видеоблогинга. Да, серьезный кораблик, это сувенирный магазин. Здесь вообще они в основном сувенирные, бутики или детские, детских несколько, на этих трех-четырех кварталах. Собственно, друзья, и заканчивается официальная часть, даунтаун закончился, вот тут. А за спиной у меня, ну давайте я так полную панораму, так крошку вам пройдусь, а за спиной у меня озеро, вот видите там тупичок, а за ним уже озеро. Ну такой туман, что как бы нет смысла туда идти, никакой красоты мы не увидим. Спасибо. 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 Спасибо.